Табличка на улице при железнодорожной гласит, что ремонт автодороги здесь должен был завершиться три года назад. Однако по сей день представители организаций и предприятий, расположенных на этой улице, страдают от разрушенной дороги. 31 января. На этой улице одна из фур, возвращаясь после рейса, попала в стандартную для этой местности ситуацию. Грузовик, попав в яму, едва не перевернулся. В результате получил значительное повреждение. 20 тонн груженый, по-моему, с цементом ехал. Пока он там проехал, завалил палет. Ну, слава богу, мы там ничего, груз не повредили, клиент там претензии никакие не выставил. Но визуально мне показалось, что он согнул раму. Когда заехал на базу, стоит машина вот так, боком. Сколько это может стоить? Больше 500 тысяч. Руководитель предприятия думает, что не сможет доказать, что его машина была повреждена именно на этой улице. Как и многие другие, он не верит, что может получить компенсацию за материальный ущерб. У меня есть фирма одна знакомая. У нее машина села, и она попала почти на 100 тысяч. У нее стойка сломалась, у нее подкрылок левый полетел. И она очень сильно пострадала. Она в шоке просто была, потому что она села, попали колеса, попали, а борда прямо легла на асфальт. Из-за большого ущерба некоторые перевозчики теперь вынуждены нарушать правила дорожного движения, чтобы сохранить свое имущество. Мы нарушаем правила путем объезда вот этой дороги через населенный пункт. У меня тоже самое. 20 машин, которые работают с перевозками, с предприятием Технониколь. Вы понимаете, предприятие градообразующие на связании. Там опаздывать нельзя ни на загрузки, ни на выгрузки, ничего. И поэтому мы сейчас находимся тоже в критическом состоянии. Тоже ездим по окружной, по этой дороге, вращаясь во все буквально на станции. Все нас просто финками, можно сказать, ну какие-то нечеловеческие отношения к нам. Хотя мы все платим налоги. Я вот грубо посчитал свои налоги за год. 6 миллионов я плачу в казну. Извините, а где дорога-то? На северо-западном промышленном узле сосредоточена масса предприятий, чьи руководители придерживаются такой же позиции. Они говорят о том, что улучшать экономику региона при таких условиях невозможно. Люди, когда узнают, где мы находимся, просто к нам не хотят, отказываются ехать. Вот и все. Как строят бизнес? Его просто сейчас нет. Никакой прибыли, вообще ничего нет. Даже скажу больше еще именно по перевозкам. У меня несколько водителей сейчас написали заявление, хотят увольняться. Потому что они убивают свои легковые машины и просто отказываются ехать на работу. Вот и все. В свою очередь все представители местных организаций отмечают, что с точки зрения логистики этот район является очень удобным для ведения бизнеса. И если бы не разбитая дорога, клиентов у местных фирм могло бы быть намного больше. А это налоги и дополнительные доходы в региональную казну. Эта дорога вообще не проездная. Здесь фуры, груз на бокс падает. Машина застревает на 2 часа, на 3, пока их не вытащит грузовик. Да нет, тут вообще нет дороги. Того гляди, все поразвалится. Тут бывает машины вообще стоят там, тонут. Бывает разбивают, там брызговики валяются, что только не отлетает машина. Тут проехать невозможно, у меня машина легковая. Проезжаю или через Ходынино, или вообще. Недостою переклип по большому кругу. Ездишь, час на дорогу по кругу тратишь. И в управление города, мы скидывали вот это вот, и на сайт выкладывали, и администрации Рязанской области. У нас малое предпринимательство выиграло суд. А видите, авосыны не там. Никто ничего не делает и ничего не хочет делать. Они выиграли суд на ремонт дороги. Говорят, да, когда будут благоприятные условия, мы сделаем дорогу. А до благоприятных условий мы что должны делать? Поскольку ситуация на этой улице не двигается с места несколько лет, руководители местных организаций уже думали над тем, чтобы самостоятельно отремонтировать дорогу. Однако они переживают, что в таком случае на эту улицу наконец будет обращено внимание, но уже с той целью, чтобы оштрафовать тех, кто самовольно устроил на городской дороге ремонтные работы. В свою очередь, осенью прошлого года представители администрации города обещали, что асфальтное покрытие здесь будет сделано в текущем году. Мы планируем выполнить работу по разработке проектной документации и с целью того, чтобы включить данную участок дороги в капитальный ремонт. То есть на сегодняшний день уже в предварительный перечень данный участок дороги включен. В администрации города не уточняют, в каком месяце будут проведены ремонтные работы. В связи с этим рязанцы и представители местных организаций еще раз просят обратить на эту проблему внимание и надеются на скорейшее разрешение сложившейся ситуации. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».